Один слой был, даже нарисовали дырочку, какого диаметра. Потом был другой. Подвальные окна дома 67 по улице Короленко крепко забиты. Жители их самостоятельно пытаются открыть разными способами. Закрывая проходы, сотрудники жилищно-коммунального хозяйства не проверили подвалы, а в них умирают котята. Я так думаю, должны поступать цивилизованно, наверное. Надо было всё-таки сначала их вызволить из этого подвала. До этого у нас существует служба, я думаю, да? И зоозащита, и ветеринарная служба. А потом, ради бога, забивайте, заколачивайте. Перекрыли подвальные окна и в доме напротив. По словам жильцов, ситуация с кошками происходит ежегодно. Регулярно они обращаются к специалистам, однако ответа от них нет. В прошлом году в квартирах появились уже блохи. Их должны были вытащить, а потом закрыть подвал и закрывать, ради бога. Я обращалась к зоозащитникам, я написала в администрацию, чтобы пришли вот кто за этих, ну, зоозащитники и забрали этих кошек. В ноябре прошлого года в Госдуме подняли вопрос о запрете блокировать подвальные окна в зданиях. Исключение одно – сильные морозы зимой. В подвалах каждого дома должны сохраняться отверстия размером 15 на 15 сантиметров. В этом случае будет обеспечена вентиляция воздуха. Здесь, как мы видим, подвальные окна крепко-накрепко заварены, а внутри котята, которых постоянно забывают достать. Ответ на вопрос о дальнейших действиях у коммунальщиков мы не получили. Они отказались прокомментировать ситуацию. Марина Вахрушева, Максим Малов, Телеканал Эфир.